всем привет это зло но у скилл нуб мне известный аспиранта просил глянуть реплей его и посмотреть почему у него все так плохо ну и как пример сказал например вот эта игра на badlands вот я на самом деле клей же посмотрел но все равно мне показалось что он очень у него это что очень но довольно интересный если смотреть его медленно ничего не упускать вот мне сложно оценить на самом деле бил потому что я им не пользуюсь у меня другой свой бил четыре инженера затем мантис это довольно таки безопасно но возможно здесь просто мантис будет использоваться для рейдов поэтому общем-то это норма хотя блин надо инженера защищать но мы играем против серафим и них по крайней мере нет лабов в общем-то но четыре инженера нормально я лично довольно быстро посылаю сюда инженера занимать но с таким был дом я вот черт его знает потому что здесь командир сразу строит генераторы сразу строит еще одну фабрику поэтому посмотрите сейчас так мало массы так мало массы что даже не хватило бы на экстрактор то есть сейчас если начнет если инженер дойдет начнет строить экстракторы у него будет просадка по массе соответственно он решает что это плохо то есть уже просадка идет на 66 процентов медленно все строится в данный момент он прокликивает камешки чем-то быстро прокликивает мантис много тоже не знает куда посылать но в общем-то мать и мать пока идет защищать первоначальных лабов в данный момент вот то что он его послал так но не сразу вот этого инженера это реально сказывается пока он вот так вот и бой шел у него был вот это довольно большой минус мы сейчас должен уже наверное сюда послать время конечно не знаю хотя хренов на протыковать ладно я не буду подираться так важно то что было небольшое небольшая просадка даже не так важно то есть посмотрим что будет дальше на самом деле какой-то странный старт старт как будто как будто вот мало массы почему-то в таком старте у него простаивает и кстати оба танка идут влево нет немного странно потому что у меня хотя нет для меня это не странно у меня командир сразу идет сюда с инженерами но обычно я просто люблю рейдить с двух сторон лично я но это тоже чисто мое мнение у нас идут юниты вниз для ноу скилл нуба и это хорошая позиция для рейда то есть мы видим что командир идет здесь вот так и в общем то но как то вот эти инженеры они вроде как защищены но все равно если командир дальше пройдет его можно отбежать и тех инженеров которые помогают ему идти вперед их можно и кстати вы смотрите уже 500 на реклэйме на блин совсем неплохо удивительно даже откуда сток а вот здесь еще во имя пока билд неплохой совсем неплохой то есть ресурсы тратятся энергии не выбрасывается что вообще круто если что мне не нравится что он не разведал своего врага но конечно это тоже очень важно смотреть есть ли на вражеской экспансии но лично мне казалось бы что лучше было бы все-таки своего разведчику ставить здесь то есть конечно это сложно потому что за ним пришлось последить то есть нужно послать его сюда посмотреть пробежал ли кто-то уже или нет то что ты сейчас делаешь то есть кто-то уже считай пробежал а потом послать все-таки сюда и смотреть направляется ли кто-то сюда или нет когда покупаешь удобными купить на клад здесь вы убит один инженер это неплохо и два юнита забежали что очень очень неплохо а здесь смотрим армагеном тоже пытается забежать примерно таким же способом но здесь твой разведчик его замечает один так перехватывается командиром и здесь 3 3 мантиса против двух танков все хорошо и даже бомбардировщик посылается и вот чисто случайно армагеддон делает ошибку посылает истребителей на твою сторону ты их сразу убивает здесь рейд защищается инженер не поврежден не хватает энергии данном случае действительно как-то ему и писал хорошо бы послать а ты делаешь вот этих ребят сразу смотришь нет ли инженера который стоит идет гидрокарбон q рейдится сзади убит инженер еще убиты мехи то есть круто единственное что вот сейчас ты нападаешь и ты не знаешь если там юнит врага или нет то же самое здесь если врага здесь или нет вот здесь конечно их точно нет они быстро обычно стоящие не успевают прийти но обычно но все равно может быть здесь твою армию ловят и это в общем-то для тебя это даже неплохо огромная армия врага здесь соответственно скорее всего ты можешь побежать командировщик не вот странно что он так атаку он просто идет все таки вот этот разведчик разведки что происходит там одна у него воздушная фабрика и конечно блин скорее всего одна и скорее всего он играет стандартно но не знаю даже просто кстати вот это можно было бы заметить заранее ну ты действительно это заметил тоже здесь ты пытаешься пробежать сюда но здесь точно что-нибудь будет здесь вот часть этой армии здесь а часть этой армии где-то еще здесь и вот она ловит твой рейд разведчик этот ну можно сюда можно сюда можно еще сюда ставить разведчик чтобы смотреть может и вот здесь пробежать это то есть очень популярное место для пробега сюда потом 100 и дальше то же самое здесь популярный место пробежать и и как бы здесь вообще-то маленькая группа подохло и вроде бы ничего страшного но лет ну не знаю и сейчас я помню примерно когда полюбит транспорт когда я уже смотрел и play сейчас довольно рандомные бои идут и кстати вот я говорю про вот эту разведку про то что хорошо бы разведать этот оппонент самом деле когда вы атакуете со всех сторон своего врага это даже не так важно что вы не разведывать вы просто кушайте со всех сторон и где-то вы пройдете где не пройдете вы просто стараетесь не сливать всю свою армию в общем-то и как мы видим спи хорошо зарейдил армагед на и кстати готов ген готов ген смотрите у нас хранилище накапливается масса и и надо как-то массы очень много хранилища то есть как он тратит мы видим пошли две фабрики т2 и еще четыре фабрики т2 здесь фабрики спамят 11 пор вот это т1 бы отменить делать побольше инженеров как вы здесь на реквей как раз да но смотрите сейчас он начинает а по 4 меха одновременно но все-таки нужно смотреть не на количество на длину полоски масс а реально смотреть на числа то есть там было 1200 это даже на 2 меха не хватит а здесь как раз таки вот эти фабрики которые только что апнулись они начинают глядь два раза больше масс и это даже не конец всей истории смотрим на нашего оппонента у него ни одного т2 меха него нету т2 а это значит что он все это время спамил т1 и при этом мы его рейдили мы большой урон на самом деле не наносили но мы свои юниты сливали а он их вроде как каким и мне кажется что это может сказаться еще до сих пор нет радара на центре радары которые есть здесь вот возле карбон нормально нормально радар более-менее его можно ставить можно видеть как садятся дробь вот кстати сливается армия очень плохо то есть такого быть должно то есть с одной стороны зарейдил отлично просто просто идеально это это круто это очень полезно для оппонента с другой стороны армию встретить как-то мало облом понятно и вот атакует армия врага и и не было видно на радаре здесь большая армия и как бы два юнита они не успевают идти и здесь вообще чуть-чуть не опасно ну хотя здесь не так много ладно и здесь теряется 4 меха 4 меха это все равно что 2 т2 меха и юниты уже сражеские юниты пробежали настолько назад что нужно строящихся возвращать назад и этих тоже нужно за ними бежать потому что если они встретят здесь сопротивление они могут побежать обратно и я так в общем-то очень часто и делаю бежать бегаешь туда-сюда очень бесит оппонента и забегая сюда можно частично убегать назад здесь танки тоже пробежали то есть сейчас тяжелая ситуация мехи только-только доделались и кстати посмотрите почти идеальная экономика когда доделались эти мехи кстати вот этот радар очень хороший он действительно показывает нападает на вас кто-то слева или нет неплохой разведчик он тоже показывает где кто нападает но то образом они все равно здесь проходят и хорошо что есть бумагировщики которые помогают этим всем разбираться нам для меня флаг здесь идет командирка на кстати если честно довольно долго забираются не обратно довольно долго собирается реклайн но есть собирается здесь играть на все 7 деревья которые были сбиты они не так важны вот этот мех а его убили я думаю вообще не занимался но очень долго вот и здесь был радар на центре вот здесь реально бы помог здесь кстати радар а он есть но опять же бал и смотрим то есть как бы вот а вот это был хороший разведчик видишь здесь громадная мать его армия то есть вот часть вот этих взять перевести сюда ну или хотя бы точку сбора поставить сюда хотя они по моему и так сюда идут но все равно то есть вот такой разведчик пролетевший он показывает что здесь большая армия врага а здесь кстати армия не такая уж и большая ему даже можно дать пропушить немножко не знаю что он хочет ходить него апгрейдов нет мне кажется если это все-то один он здесь вообще может слиться здесь же ты пытаешься пройти вправо на самом деле я вот первый раз смотрел по лучшим но на самом деле на это был шанс так скажем и даже пробегает там то что ты уходишь в бок армия шла посередине здесь очень но здесь у тебя стелс возможно ты заставил его так сделать благодаря тому что у тебя стелс энергии все-таки отойти потому что нет разведки вот радар закончился и ты решил отойти да кстати у меня радар здесь а если бы знал то мог бы даже продолжать следовать и так у нас здесь огромная армия которая только что сли слила все что здесь было и она здесь до сих пор стоит армия здесь точка сбора тоже не очень хорошо стоит а здесь армия по моему так и стоит за радаром наверняка она тут стоит здесь и вот по моему они нападают кстати сейчас опять кстати пошло грейдил когда ты грейдил и ты грейдил опять 4 меха за раз меня вот это вот как бы не очень совсем не очень нравится то что я посмотрел опять по ресурсам какая-то жопа и ты грейдил 4 меха за раз два транспорта прикольно но данной ситуации у тебя по моему преимущество по экономике то есть 1 2 3 4 5 2 меха против 8 и врага возможно есть преимущество по армии на кстати это неизвестно но из-за того что ты на самом деле впереди возможно парни у вас поровну но тебя все довольно хорошо как бы лишнего хорошо не бывает кстати да а еще четыре меха будет я думал зачем без раши 2 командиры чем без раши 2 командиры до чтоб тмд наверное построить наверняка вот стать еще необычность игры за среднем кстати не делаете так не делаете то есть хотя это было похоже дело на случайно совершенно случайно он действительно оставил место но занос транспорта узел его за карту ладно все это неважно то есть слишком близко к краю транспорта становится и так лучше бы сделал чуть-чуть побольше то 2 инженеров я их получается только 2 блин ну это вообще просто жопа где-то своей армии нет ничего нет вот эту армию кстати можно было и подвинуть даже сюда здесь хотя нет здесь могут тоже нападать опасно делать и опять же то есть не нападают ты их не видишь они уже практически на твоей базе чтобы тут не был я даже не знаю ты их не видишь идешь вперед здесь действие есть реагируешь да посмотрим опять же блин другая армия входит то есть тяжело несмотря вот у тебя надземные скауты увидели сейчас только что здесь армия который в общем-то вроде бы боятся особо не на то что похоже как будто там большинство и один и здесь армия которую если признал что она идет я вот рай нас и которые медленно они долго догоняют то есть лаги стелс мантис они все вышли вперед и как бы а носороги долго догоняли то есть сложно реагировать на то что происходит а если признал ты бы выстрел блин конкеевым любой выстрел бы и блин снёска этот один так что она бы сразу сдох опять же блин теперь как только ты его снес нужно понимать что нужно послать армию в другое место потому что похоже у противника все серьезная армия нападает нападает он сейчас со всех сторон но мы это особо не знали то есть вот эти радары на горах они очень хорошо работают но здесь и радары на центре не было всю игру вы на 5 тебе не повезло здесь атака идет с несколькими флаками здесь 4 долбанных и шавоха и блин юниты стоят не добегают команда еще одна не будет дана здесь блин тебе повезло что ты зачем построил два личных гена потому что эти гены сейчас несут а вот реакция поступила и опять же нужно любил радар срочно армия стоит она вообще не понимает что делать а может быть здесь еще одна атака идет по центру мало ли то же самое блин у тебя не осталось ни одного юнита справа конечно есть цербер есть цербер но как раз то что я забыл сказать ты играешь сейчас на т2 т2 против т2 против серафим тебе блин нужно как-то выиграть время там вот стеночки просто отлично стеночки идеально вообще вот еще два турели ты поставил везде то есть как бы по одной чтобы как-то отвадить этого серафима атаки на тебя или как-то сражаться я не знаю добавить гопни тиков бы потому что ты не хочешь сражаться на т2 против серафима кстати удивительно что он так вот ворачивается хотя блин вот арка подошла арка начала стрелять пожалуйста то есть вот это т2 турели я считаю нет здесь то есть он мог бы пойти и заснайпить эти гены но здесь конечно подкрепление подходит так что теоретически он все равно сделал все правильно опять же блин теперь нет энергии и как бы с радарами более-менее хоть что-то было налажено но потом опять убили и уже плохо с энергией и кстати до воздушной фабрики у тебя нет скаутов в этом самом здесь я нельзя забыл в первую проверить были ли у них скауты но их не было короче не знаю точки сбора на центре есть вот это просто какая-то паническая панический ряд и один турель и непонятно для чего они я сейчас энергии брать по крайней мере когда строится и не сама турель вот ему было минус 50 стала группу минус 200 то есть ну хорошо кстати здесь можно было выйти два инженера мы быстренько зарядил гигиены очень тяжело сражаться с этими шавохами они стреляют смотрите заранее своими стреляют по носорогам дпс у них такой же как у носорогов скорость у них тоже неплохая тп много 2500 1900 короче блин короче почти такие же кстати вот вот это тоже атака чисто вообще просто пальцем в небо ты знаешь здесь его командир тебе может быть игра надоела я не знаю где игра надоела ты решил забить его командира здесь смогла быть армия смогли быть стеночки смогло быть что угодно если ты хотела нападать и вы точно не послал стелс вперед и часть там вперед если ты знал что здесь происходит ты бы вас если ты знал что здесь происходит это армия стояла здесь долго ты бы послал заранее часть армии сюда часть армии сюда и потом широким фронтом открывал его а не каким-то затеканием здесь опять в общем было защищено все защитился блин отлично но это настолько все тяжело просто то есть на каких-то последних я не знаю и дыхание там и удача ну да завалил пландира а все равно кстати убежали и убили бы они то два этих самых ваги нехи даже если бы послал ганши бы у этих рядят 10 как 10 кхп почти на четверых и убить их было бы сложно пришлось бы послать юниты с левой стороны навстречу и ну и ганши бы конечно на это все послать пришлось бы а тут еще забегают не дают собирать массу в общем это все очень ужасно и мне кажется реально не хватало вижена на карте то есть есть разведка я тебя спрашивал почему так мало разведчиков ты мне ответил я же вижу что он делает он спамит land ну да это правильно то есть его план виден даже с таким низким количеством разведки ты видишь что вроде бы часов нет что вроде бы план врага это просто спам но все равно хорошо иметь vision на карте то есть иметь радар это довольно таки вот я даже не знаю как вот сравнить радар и разведчик то есть и радар и разведчик это довольно дорого это такая знаете роскошь но все равно мне кажется разведчик даже дешевле может быть радара сам радар стоит 80 и ген но это как-то один ген это один ген стоит 75 масса то есть там сто пятьдесят пять масса для того чтобы видеть маленькую зону на карте наш кстати я не знаю сколько энергии стоит разведчик там 500 600 800 но он тоже довольно полезный дело в том что его радиус радара как раз таки правильного размера ставишь сюда разведчик даже может быть не на патруль я не знаю как я с ним сам сложу делаю чтобы они не садились наверное сам ставлю на патруль дело в том что если поставить лево вправо как-то не очень удобно вот вперед назад можно на патруль поставить будет видно лево вправо мне кажется будет улетать далеко или по кругу блин это какие-то супер мелочи я сейчас говорю но в любом случае если ты видел откуда идут юниты какую сторону он спамит вот тогда вот этих забеганий можно было избежать легче я не знаю там конечно я мог думал что может быть можно было командиром что-нибудь сделать но наверное вряд ли чем можно было командир сделать тоже тем опасность было даже что что ты мог сдох но мне кажется что можно было сделать меньше делать экономики на этом этапе потому что ты бы хотя бы видел какого размера армия врага если бы разведывал и нужно больше не там не знаю потратить массу на дать на больше то один турелик но вот это это просто рандомно то есть поставлю и очень плохо что не было радара на центре хотя бы вот здесь ну такой вот блин обзор очень хорошее начало было но потом начали началось то что твоя армия была не на месте на самом деле частично получается это было неизбежно потому что всю свою армию ты послал часть влево потом ты послал часть справа и атака справа была очень даже успешной то есть здесь были вынесены по моему вот эти три меха вот эти два а вот этот мех а потом с твоей армии пришлось еще и сражаться после того как они все это вынесли ну сложно что-то сказать но по моему когда мы смотрели именно твоего лица большинство проблем были из-за того что ты просто не знал что с этой стороны идут юниты надо послать их туда то есть ситуация приняла такой оборот что армагеддон про про сунул всю свою армию на правый план и снёс его как бы и здесь тоже снёс здесь осталось 4 чикина которые бы пошли влево еще а у тебя осталась твоя армия и из-за того что ты впереди у тебя армии еще и больше чем у него а он может быть в этот момент эко добавлял поэтому у него было меньше мало ли ты просто поставил свою армию наугад влево у него могли такие же стеночки я не знаю ты один турели и по моему разведка там не летала нихрена очень долго но может быть я не прав и это было как-то больше на удачу даже не знал где там командир хотя конечно можно было предположить что у него там ничего нет ну вот эта армия которая здесь стояла долгое время она наверное от нее толку было никакого защите правого фланга не перекидывать же ее уже тот момент когда здесь уже почти ничего не осталось соответственно атаковать наверное было правильным вот этим решением который ты мог принять просто чисто интуитивно атаковать на это фланги ну я хрен вот врага хороший радар здесь тоже радар видишь на передовой у него здесь радар такой консервативный но все равно он не дает пробегать сюда теперь ты сюда и не смог особо пробежать хотя на самом деле помню два мантиса в итоге пробегали но большая часть армии была убита ну сложно что-то сказать кроме того что как мне показалось чисто проблема с забеганиями ну и просто получается что игра приняла такой оборот что ты решил играть т2 против т2 против серафим что как бы нелегко из-за того что серафимы они жесткие своими 2500 хп ботами у которых тоже по моему 90 дпс как и у этого хотя я не помню блин а это посмотри дпс 105 больше дпс ну конечно они стоят дорого то есть эти сколько 360 масса он стоит 2 500 на 60 масса дороже на 600 хп больше чуть чуть больше дпс больше значительно больше радиус кстати дпс 25 подписано это не правильно не 90 скорость 270 у наших сраных райис а здесь скорость 250 еще медленнее но у них это них радиус как бы чуть-чуть компенсирует за скорость они бывает что проще куда-то успевать когда ты стреляешь дальше но против них играть то есть тяжело когда накопится их внезапно накопится много и не знаю вот сейчас выйдешь с т3 какой-нибудь своих 17 они кирпича могут завалить пусть у тебя своя армия есть но она с каждым с каждой секунды становится все хуже и хуже потому что я вот эти ребята они все-таки хорошие так сколько в итоге два меха 15 здесь помню тоже буквами я 17 и 1 2 3 4 5 с хранилищами то есть будет а 20 преимущество было но такие сливы экспансии они чреваты тем что здесь четыре танка тебе хорошо бы послать свои четыре танка за ним здесь то есть послать их на перехват сюда но блин у них не слабее и они тоже покоцаны их могут снести даже и там останется один этот гадкий шавох продолжит рейдить сейчас у тебя есть два воздуха чтобы его валить но тебе бы пришлось чтобы убить тебе пришлось бы посылать еще и с этой стороны юнитов сюда а блин вот у вас-то разведчики не летают у меня разведчики летают вместе с моими рейдами ты просто тупо посылаешь разведчик со своим своей армии воздушный разведчик надо посылать и можно увидеть что тебя встречаются со стороны ты просто берешь и возвращаешься сюда где ты уже где ты там пытаешься уже чё-то занимать и и армия которая сначала с одной стороны пошла потом с другой стороны пошла теперь опять нужно с этой стороны посылать тебе приходится больше послать не так назад а тем временем не знаю подойдет к 1 арта вынесет эти турели и пробегут еще или просто вынесу здесь стеночки пробегут еще пробегут еще потому что тебе приходилось посылать армию назад вот такой я не говорю что конечно это случилось бы обязательно но именно так я разношу оппонентов часто на подобных карт то есть пробегает какая-нибудь и как же я их называл то а когда я только начинал играть там 10 лет назад я называл их букашка пробегает букашка и за ней приходится гоняться сейчас я их как-то называю по-другому говно один говно но пробегает за ним приходится гоняться она как бы тратит нервы и ментальные усилия нужно следить что ты его добил что она где-то не спряталась там сзади и не ждет чтобы заново начать бегать и стрелять ладно слишком долго дискуссия после такого разбора ну надеюсь это было хоть чуть-чуть полезно а на этом все просто давно видосов не делал а сделать видос который вроде как одним заходом просто просто там уже блин точно я наверное приложу в описании видео приложу и босс который у меня не получилось нормально выпустить потому что у меня возникли проблемы с монтированием я не знаю как так но я внезапно обнаружил что не sony vegas не премьер не хотят принимать файлы которые я записываю его bios а видос я хотел записать из нескольких частей я начал монтировать и я просто особо этим не занялся я решил там найти какой-то обходной путь чтобы не ставить тупые программы подумал нашел какой-то путь где якобы можно файл распаковать и быстро преобразовать и в итоге я потерял исходники все что я преобразовывал от этого толку ни хрена не было и я потерял мотивацию поэтому я не продолжил это я просто создал плейлист из трех видосов и сказал что это вот мое видео такое ссылку давал в спорте но соответственно сейчас дам эту ссылку в описании ладно это все